итак всем здарова сегодня у нас будет интересное видео это реакция на на эстета новую серию серии у нас 3 девственная вендетта она называется знаю в прошлый раз вам выпуск понравился естественно вышла вторая серия на которую я обзор не делал можете посмотреть на канале мы сразу перейдем к 3 она очень интересная ссылка на канал и на ролик естественно будет в описании на том видео в начале был несколько затянут и об этом я говорил в ролике но многие из вас на просто до конца не досмотрели начали было затянуто но концу там раскочегарил стало существенно интереснее сейчас мы посмотрим как развиваются события в 3 серии да то есть человек уже получает дополнительный опыт пока снимает предыдущей серии естественно к 3 серии он уже скорее всего возможно получше от снял с точки зрения там интересности до видео болт будь и поколение надеяться я не смотрел серии смотрю с нуля абсолютно вот были не к много негативных как бы тоже комментариев но я остался абсолютно при своем мнении что данила в общем проделал громадную работу он это делал вот я лично у него на vk страниц смотрел он это делал минимум с октября прошлого года минимум может даже раньше и видите у него хватило терпения довести дело такое длинное сложное дело это заставляет на как бы достойно громадного уважения вот такие вот долгие длинные дела это напоминает чем-то как окончить учебу на учебу вас заставляют заканчивать до ее типа надо сделать поэтому это не так а вот когда вот какое-то дело которое ты сам делаешь это его такой длинный дел до очень до конца то это конечно оставляет уважай так сказать вот ну давайте в общем меньше так сказать слов больше делал давайте посмотрим этот выпуск не вздумайте подписываться на этот канал слышите я вас умоляю в этом сеансе настя оказалась не судить и наказание как защититься от демонов данила решает отомстить всем девушкам не соска не соски негодование скандалы постанова и соски и соски десерт вот у меня такой огромный камеру бери в конце настало время конкурса так стоп а где такого съели в прошлом выпуске вам удалось здорово напортачить ну похоже вы меня просто плохо поняли подыкать и молять а то из за вас так в москве девушек не останет не останется кстати я ведь еще и философ ну вот почему у белого и африканки рождается именно африканец почему у белого и азиатки рождается именно азиат с кем бы не ебался белый чеха он всегда шутка блядня на так еще пока особо ничего не говорю потому что понятно тут покажет ничего еще особо говорить ну что данила гоша кстати кто не понял в прошлом выпуске до до конца не досмотрел или все такое то суть этого сериальчик ада в том что чувак типа эстет то есть эстет который ну понимаете да ему нужно что-то этакое из-за этого он девственник потому что он не может найти чего-то но нужного качества да и он остается десни детственникам из-за этого вот возможно многие из вас узнали в себе вот этого человека так сказать так блять гошан в жопу этого одевайку и всю моду мира мода моды а устоять не будет спасибо вот торговый центр надеюсь здесь не соски дань ты уже восьмой круг наворачиваешь хватит а гоша но что я сделал если кругом одни не погнали в парк они там пасутся в основном еще один круг и потом разберемся не соски не соски были не соски не соска не соски не соска не соска вот я знаю кучу сосок не соски ребят здорово пацаны слушайте вот иногда вот так вот хочется хлёпнуть тёлку по жопе и прям зафиксировать понимаете а как найти соску она короче в клубере одна на кассе есть обалденная да вы кинотеатр на кассе это это в картошке или в теремке а все спасибо ребят спасибо но не сегодня спасибо спасибо желаю вам найти сосок ну пока что опять даже ну может не тоже уже тут чуть по-другому выглядит но пока что вот да мы посмотрели уже по четыре минуты практически это несколько как-то затянуто была одна шутка за 4 минуты вот но все остальное пока что даже если говорить что это подводка то она такая достаточно затянувшаяся подводка вот но тем не менее продолжаю смотреть вот смотрите пишет для него соска и вот эта вот соска вот я сейчас не подойдут а точнее не просто возьму иду из теремка и подсяду к ней как будто бы невзначай, да, как будто бы это судьба. И мы познакомимся. Вот видишь, та из теремка, вон, снимай её, вон та из теремка. Вот это вот соска. Вообще рожа страшная. Наверное, я не знаю. Ой, дурдом. Я что-то не заметила, вы стояли, да, в очереди? А, а вы уже заказали? Да, да, вот отсюда идут. А, вот отсюда, а, просите, пожалуйста, ради бога, перейдите. Та из теремка. Идиот. Всё, для той из теремка. Спасибо большое. Спасибо, как валит вас, князь русский. Идём в парк. Говно. Алё, уберите Настю, она не соска. Ну, всё. Пошла в жопу, посидела. Ну, чё, короче, пар горького гашам, да, но, по идее, это дневное время, это означает то, что соски здесь быть могут. Ну, блядь, пока что-то, конечно, так себе, так себе. И немножко, не то, чтобы даже вроде сцена в таком центре была вроде как не затянутой, да, ну, по времени, по времени. Но, по факту, она получилась всё-таки не то, чтобы затянутой, то какой-то немножко не такой. Сложно, мне сложно сказать, что нужно было сделать, но, может быть, всё-таки немного затянуто. Может, я бы даже сказал, не столько затянуто, сколько оно немножко неладно, что ли, не складно чуть-чуть. В смысле, сильно не складно, но вот как-то вот что-то там, так сказать. Потому что соски ночью спят, боятся, что, ёбки, их настигнут. А днём-то, в принципе, всё нормально, более-менее, хотя они ходят в пуховиках и скрывают все свои... Да, вечером большинство тёлк ходят только с парнями. Вечером редко, редко увидишь нормальную тёлку, ну, после заката, так сказать. Они, во-первых, боятся все. Ну, собственно, да, это, пожалуй, самое главное, они боятся. Я, когда в Питере гулял, видели, да, кто на стриме был, там очень классную соску поймал. Ну, вернее, я хотел к ней пристать, но она свернула, она увидела, что... Я про неё сказал, вот эта красавица, кто помнит. Она это, видимо, услышала и свернул в другую сторону. Бот! Но это редкий случай, так в основном вечером только с этим. Поэтому днём надо знакомиться-то раз. Вот, и помните, как мы в Питере на гопников натолкнулись? Вот в Питере действительно есть опасность, так сказать, после заката гулять. Это на Невском. Ну, как бы, это очень редко, это... И они, в общем-то, они, ну, это, можно сказать, в некотором роде мы их спровоцировали. Вот, они так, в целом, нейтрально были. Но, тем не менее, потому что, если бы такая гопота докопалась до какой-то тёлки, тёлка бы заебала от них отставать, так сказать. Вот. Хотя там, наверное, полиция много ездит, в принципе. Вот, пока! Достойнство. Ну, и страшно, надеюсь, что каких-то всё-таки тёлок мы здесь найдём. Ну, идём, короче. А я тоже парк Горького, ну, хуй знает. Я тут недавно ходил, там ходил, особый тёлка не увидел, на самом деле. Ну, в принципе, наверное, всё, они бывают там. Ну, кстати, очень-очень много народу, но с тёлками там, в общем. Ну, может, мне, конечно, не повезло на тот момент времени, но зато вот я что видел, это Патриаршие пруды, вот там пиздец с тёлками. Ну, я там, правда, тоже недолго был, я там был всего полчаса, но за полчаса там такое дефиле было, я охуел, блядь. Они как в ЖТА Вай-Сити, нахуй, из ниоткуда просто материализоваясь, их было дохуя. При том, что места там мало, и вообще народу вроде не так много, как в Горького, да, потому что в Горького я когда-то был, там такие толпы ходили охуеть просто, и вот среди этих толп даже тёлку, в общем, не видно, ну, либо с парнями. Поэтому парк Горького, ну, в принципе, всё равно это, наверное, неплохой вариант. Кстати, по Сокольникам скажу, что Сокольники полный отстой. Я там тоже был, и там вообще всё печально. Сокольники не ходить. Господи, давайте больше не будем показывать эти безбожные комментарии, я католичка. Ты смотри-ка, недавно здесь, а уже разбираются, я с ней полностью согласен. Ну, если люди тупые и не понимают всю серьёзность, глубокость нашей программы, то что поделаешь? Ну, пусть тогда идут нахуй. Зачем они нам нужны? Ну, как категорично, как? Я смотрю, мы постоянно такое пишут. Приветствую, а ты пустишь меня в свой капюшон? В своём торже. И шум... Какой ты, тёлки, там лет сорок. Девушка, девушка, здравствуйте, слушайте, а о чём вы сегодня занимались? Да, с парнем в кино ходила. Помнишь, чтобы мы сегодня с тобой куда-то отходили, а? Ой, пиздец, да, это фейспалм. Как этот чувак на сходке рассказал Сергей Калитин, кто смотрел, кто не смотрел. Ну, он прямо это на стриме рассказывал, что был на сходке какого-то чувака, блогера тоже, и тому какая-то тёлка понравилась, и он начал к ней приставать, подножки ей ставить. Он, типа, с этого горел, ну, и, собственно, я с этого горел. Так что, карлики, вот вам новая мета, так сказать. Если вам тёлка нравится, ставьте подножки. Хыыы, мы сфук. Здорово. Здравствуйте, а вот у меня хуй такой огромный, 27 сантиметров. Так, что-то тут, кстати, съёмка без стабилизации, вообще, качество хуёвого. В натуре, может, на мобилу снимают. Вот, здесь, конечно, вот это они не доработали. Смотрите, еле хожу. Да, дёргается картинка, это точно без стабилизации, хотя даже на мобилу можно стабилизацию. Кстати, дешевле стоит стабилизатор, я посмотрел, десятку стоит, ну, даже можно за 6-7 тысяч купить. А так, хорошей десятку стоит, в общем. Кстати, обратите внимание, съёмки идут зимой, да? То, про что я, по сути, говорил, сейчас-то уже конец июля. Вот мне, вот мне интересно, вот он, пидорец, или просто шутит. Ну, давай, чё? А, ну, давай. Ой, чёрт. Здорово! Слушай, а ты пидорец. Ну, думаю, это всё-таки постанова. Слушай, а вот что для тебя, соска? ЧУПАЧУПС! А! Привет, привет. Слушай, а может, вместе погуляем, а? Нет, простите, мне, старик. А, а у меня нет парня. Вот дебила. Ну, давай. Здравствуйте, а вот ваши собаки, да, вот, а не соски? Ты придурок. Ваши... А они женщины в вашей собаке? Они женского пола? Они соски? Ну, что там? Ну, ну, ну! Рассказывай! Да чё, будет чё вспомнить, а? Ну чё, ты потрахался там, а? Гоша! Чё ты мне камеру показываешь? Видео включай. Хвостатый. Иди сюда. Не соска! Ааа! Не соска! Ааа! Не соска! Ааа! Не соска! Ать! Ахахаха! не соски не соски и надеюсь что он с ними со всеми договаривался перед этим но я как бы не знаю не соски не соски бред уже какой-то бля ну конечно качество съемки реально хромает вот в первой части мне понравилось когда в помещении а тут когда картинка двигается да но и стабилизации не хватает на даже то есть стабилизацию брать видно что качество бы подтянуть вообще 4k щабо желательно но 4k каешь они соски не соски не соски пошел нахуй там сказали телки и соски пошел нахуй а вы не соска не соски она не соска я надеюсь он с ними договорился что если нет это пиздец а у вас сегодня будет секс не соска не соска и соска и соска не соска и соска и соска и соска Но тут он вряд ли договаривался Чтобы он просто сказал Пиздец, блин Ну же за это лайк можно поставить, да? За отвагу За смелость Лучше бы вот сразу вел Так самого начался И все остальное нахуй в принципе не надо Ну в принципе он мог бы пранки снимать Только по качеству не надо Графон Короче началось все Ну имеется ввиду первая часть как-то более-менее прилично Скатилось сейчас уже в абсурд Стойте! Вы не соски! Пиздец Ну и мы детственникам еще некоторые им можно остаться Хотя на самом деле, конечно Ладно, не буду эту тему обсуждать Девушки внизу Девушки Девушки Посмотри, сэр Я думаю, ему баба в общем-то не нужна, он вполне самодостаточен В принципе он весьма веселся Пиздец, блядь Отписался? Без яиц остался Это вы напердели? Сей пердеж мне незнаком Он осквернен и мрачен А вот вы можете меня обнять? Да Да, просто тут холодно Можете все вместе? Ага А-а-а đi Удаст Не соски А вот ты обижаешься, когда тебя называют соской, да? Обижаешься? Конечно, обижать тебя Ты не соска Ты не соска Девушки, стойте Девушки, девушки, стой Не eight Девушки, девушки А-а-а-а-а-а-а-а-а-а А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а А потому, что вы не соски. По-моему это уже как-то затянуло. Улыбочек, улыбочек. А вы мандуруете? Я да. Этой рукой и этой. ну и зачем она просто ушла оттуда ну чё из теремка привет вот у меня а у тебя не делать так с телками они пизданутые что мешает нам быть вместе морально видите манеры надо манеры карлики что не пизданутые тёлки и соска ну-ка не соска не соска она курит мой фейс ты можешь фотографировать мою лицо тут не соски не соски не соски мажьевич то как сосок найти сосок сосок не соски и блять хорошо не полтора часа этого по-моему это просто пранк уже и соски и соски я спешу на помощь камеру бери ой зато будет лучше бы снимал пранки проще проще больше эффекта но зато теперь я понял что мне нравится телки в лосинах ну знаете это как big mac не устоять никак ну а бить-то себя зачем надо было об этом этот прием я назвал пиковая дама ну что поделать у всех сосок а их всего лишь один процент на земле как мы говорили повыше завышенная самооценка и что самое страшное у не сосок тоже ну я просто решил их проучить чтобы были нормальными девушки все сложного быть девушками почему же такие если вы соска и следите за собой с другой стороны у нас же просто шоу ёпта нет гагик шоу это там где разводят людей а у нас познавательная программа так стопа а ты новенькая так я не поняла зачем вы меня вообще позвали давайте поговорим про секс так стойте подождите я уже запутался сначала была алиса герман сексолог а потом я позвала сеструку настю на подстраховочку а потом вы позвали эту маргариту можно просто марго марго риту кто ты короче ну в смысле я сексолог все как в первый раз понимаете вообще говорят что он женщин да вот там телок девушек больше на земле чем мужчин ну так большинство из них не соски что же поделать то если правильно все вот так вот рассчитать так получается что их наоборот меньше нас наёбают вот я не понимаю чулок которые говорят никакого секса на первом свидании вот дождутся пока титьки постареют и все и не потрахаются ни разу дуртом какой-то вот настоящие мужики подходят и говорят не переживай потрахаются просто не с тобой вот чё ты сидишь и смотришь с грустным лицом а улыбнись про тебя рассказывают и это по-вашему смешно а кто шутит то шутов не вижу у нас серьезная программа так давайте немного сменим тактику а то мы вас сейчас побьем за этот ваш пранк мы решили найти для вас что-то необычное раз обычное не подходит посему мы открываем в нашу рубрику выбор эксперта в каждом выпуске мы будем знакомить вас ну а сегодня прошу внимание прошу любить и жаловать елена я конечно люблю трахать но я не хочу чтобы меня трахали ну как бы идея неплохая да но актерской актерского мастерства не хватает что в чтобы раскрыть это все а 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 ну маргарита йоксальбоксаль ну говорил что не понравится ну кто ж знал я думал он сильных любит ну вы же девственник а а вы не думали найти не соску в вашем понимании и сделать из нее ну зачем же искать не соску если можно найти соску ну да да но я боюсь что я настолько и стыд что у меня может даже ну ну, не возвысится, понимаете, да, чувство собственной гордости. Все понятно, секса нету. А вот в мои времена мы как-то более по-романтичному. Мы... Мы не ебались и не трахались таким образом. Видите ли, у вас должна быть какая-то мотивация, чтобы вы хотели, жаждали познакомиться с девушкой. Нам это все надоело. И мы решили наказывать вас по высшему классу за каждую вашу оплошность. И посему... И посему... И посему... А посему... Блядь! Поснималась. В следующем сеансе. Снегурочка, Дед Мороз и Казах разоблачают девственника. Да расслабьтесь, Гагик на Кавказ решил съездить. Развеется, так сказать. Твою же мать, а! Новые исповеди. Дедка, ты сегодня такая секси. Порохи насмотрел. Эстет челлендж. Данила делает успехи. Можно познакомиться. Сможет ли Данила найти соску мечты? Или он так и останется в детстве? Смотрите в следующую пятницу. Мальчики, ну и девочки. Настало время конкурса. Какое главное правило? Правильно, подписаться на наш канал. После этого напишите... Ну, короче, блядь, этот выпуск хуй знает. Не понравился мне особо, как бы... Моменты затянуты. Очень сильно затянут момент, когда... Он вот это вот хлопал себя по заднице. И вот это полфильма или три четверти было... То есть, вот это он качал не соски. Это очень затянуто. Качество съемки плохое. Не, ну как бы это все равно. Любой так не сделает. То, что это много работы. Да, это долго снималось там. Но как бы... Вот не очень. Мне первый выпуск больше понравился в плане качества. Тут вот как-то у них... А до улицы у них не хватило техники. Сил техники, да, чтобы качественную картинку выдать. В натуре телефон как будто снимали без... Ну, там не телефон у чувака вроде был, да, автопарад. Но автопарад тоже, видимо, не особо крутой. Надо на светосильный снимать. А там, походу, длинный объектив. Значит, светосила низкая. Стабилизатора нет. Опять же, ну это в пятый раз уже говорили. Или в седьмой. Да, ну вот так такое мнение... Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Сложно сказать. Это, мне кажется, затянуто 22 минуты. По сути, в этой серии было всего практически чуть ли не 3 момента. 0,4 там в студии сидят. В торговом центре он ловил. Потом у Красной площади ловил. И потом, еще они в студии еще посидели. 4 момента на 22 минуты. Очень сильно затянуто. Да, короче, вот такая серия, она вряд ли привлечет людей. Потому что я-то ее посмотрел полностью. По определенным причинам. Но большинство они не будут так долго смотреть. Нужно чем-то удивить людей. Чтобы они заинтересовались. То есть, например, если бы там, ну или в следующих сериях было что-то эдакое, да? Чтобы привлекло людей, то им бы стало интересно. А что в третьей серии? Вот. Можно сравнить это, например, с наркоманом Павликом, да? Наркоман Павлика на самом деле тоже... Там только было несколько смешных моментов. И то в самом начале. Но зато они были так сделаны, что люди смотрели другие серии, даже если там говно было. То есть, там буквально был Валера, настал твой час, да? Там. И все там, чуть ли не все, да? Ну, голос прикольный. И это притягивало людей. Они смотрели все остальные. Хотя, там нечего было смотреть. Как бы, вот здесь тоже надо... Ну, конечно, уже все отснято, уже поздно, на самом деле, наверное, метаться. Но это на будущее, Даниле. Что нужна какая-то мощная фишка, которая притянет, хайповая, да? То есть, достаточно одной, двух, трех фишек, чтобы люди стали все остальное смотреть. Ну, в идеале, чтобы вообще все было интересно смотреть. Просто, если сравнивать с голливудским кино, да, то тут вообще ни в кое сравнение как бы не идет. Смысл тратить там 20 минут. Ну, 20 минут, это, конечно, не полтора часа. Если можно посмотреть там что-то голливудское, полтора-два часа. Смысла особого нет, на самом деле. Конечно, тема такая в голливудске кино особо... Ну, иногда, может, бывают похожие темы, да? Были там американский пирог. Вот. Но, опять же, там более высококачественно снято. Но в каких-то нюансах, зато там нет того, что здесь есть, да? Здесь какая-то идея возможная. Но, опять же, может, такое кино... Я-то, я не любитель кино. Может, прямо есть такое, именно такое кино. Ну, ну, или сильно похоже, я не знаю. Вот. То есть, сложная тема. Может, лучше просто пранки снимать, Данилия. Проще, проще, там все проще. Как бы реакции туда-сюда. Хотя, лично я сам пранки не люблю. Но вопрос не в том, что я люблю, а как стать успешным и все такое. Ладно, пакет. Г인데요. Продолжение следует. Продолжение следует...